Девять часов, три минуты, понедельник, 29 июня. 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 Им выплатить или они должны выплатить? Нет, школа должна заплатить, видимо, государству штрафы. Почему? Потому что зашли туда прокурорские проверяющие в интернет-классы, ну, в компьютерные классы, и давай всякие запросы делать. А все, как у себя дома буквально, все, что не попросишь, все, и все сайты для взрослых. И по запросу «Смерть неверным» там что-то поисковики выдавали. В общем, никаких фильтров в школах нет. И это нарушение. Но при этом у школы вот там не указывается, кто должен деньги выделять там, сколько это все стоит. Школы говорят, ну, у нас нету фильтров, мы заплатим по пять тысяч рублей, но у нас... То есть должны стоять фильтры. Да, 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 да. Скажите просто, обнаружили ли, ли, сами прокуроры, что там выбрасывались по запросам какие-то уже прежде сделанные запросы? А вот этого не указывается? Нет, нет. То есть никакого изобличающего материала нет. Нет, если бы они кэш проверили, было бы интереснее. Интереснее, конечно, если бы они выбрасывали кэш, например, горячие, и там вылетало бы, например... Кинс. Ну, что-то, да. То есть, одним словом, если бы уже сделанные запросы выскакивали из кэша, а школьников... Надо прежде всего учить школьников, конечно, чистить кэш, мне кажется. Я думаю, они умеют. Вы думаете, да? Да, да, да. Ну, слушайте, значит, и таким образом школа должна теперь денег прокурорам или заплатить штаб государству за то, что они не поставили фильтры. Но школа... Школа есть свой ответ на это. Но школа есть свой ответ. Она говорит, что не может поставить фильтры. Они не умеют ставить фильтры. Они не знают, они столь невинны, что они не понимают, как ставить фильтры. И вдобавок это стоит, видимо, денег. И школа придумала радикально и правильное, и очень педагогичное, что заходить в интернет, в том числе на соблазнительные сайты, на небесспорные сайты, учащиеся смогут теперь в присутствии, в сопровождении наставника, старшего. Учителя в информатике. Конечно, конечно. Ты знаешь, как это правильно, и как это все-таки здорово, что юное создание... Должно подозвать обязательно преподавателя. Конечно. А преподаватель, он не только отличит хороший сайт от плохого, но и скажет, что изображено на картинках соблазнительных, как следует к этому относиться. То есть проведет некую школу жизни, понимаете? Вот в этом что-то есть, согласитесь. А скажите наоборот, если фильтры все время... Может быть, это самый надежный способ защиты школи. А все время фильтры, например. Вот ставить фильтры. Фильтры ставили одному человеку, вы знаете, этого человека, конечно. Это Гаутама Шакьямуни. Ага. Шакьямуни. Господин Шакьямуни, Гаутама, из рода Шакья, он жил все время с фильтрами. Ему поставили мощнейшие фильтры. Все забанили выход на сайты на плохие, на соблазнительные и так далее. И что же ждало Шакьямуни, когда он вышел, наконец, за пределы фильтров, вышел из забаненного пространства? Он был разочарован, он был сокрушен, он четыре благородных истины сразу изырек. А мог бы, между прочим, с 7-8 летнего возраста уже шастать по сайтам и учиться добру и злу. Сразу учиться добру и злу, подобно школьникам из какого района? Самарской области, Федоринский район. Федоринский район, конечно. Детям, детей, теперь они, смотрите, в чем педагогика? Спрашиваю, 7-8-8, 107-0. Лучше беречь человека, но тогда он как институтка может пойти по рукам в конце, понимаете? Известны эти случаи, когда институтка является в обществе и идет по рукам. Беречь его. Либо с наставником, с педагогом, с педагогом, с педагогом, с учителем вместе пройти через соблазнительные сайты. Как вы? А? И он скажет, смотри, вот здесь, видишь, вот это не есть хорошо, а это есть весьма поучительное. Учителя, причем, должен быть такой сеанс одновременной игры, когда он будет проходить за спинами многих учеников, ведь в классе больше одного. В Федоринском районе... В Федоринске, Федоринске. Я в Федоринске был бы еще красивее. Значит, в Федоринском районе, с какого края, извините? В Самарсково. В Самарсково себе роскошно. И там, значит, они придумали теперь с учителем. Ну, посмотрите, боже мой, какая разница, это теперь уже не имеет значения. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, это Николай, Москва. Николай, как лучше, чтобы дети с измальства прошли соблазны, поняв и отторгнув их с гневом вместе с педагогом, либо ждали бы до 20 лет, а потом уже сокрушил бы их грех, и они пошли бы по рукам? Что лучше, вам кажется? Что предпочтительнее? Фильтры, я считаю, что ставить надо, но ставить, наверное, их надо везде. Понимаете, они по всей видимости стоят, но где-то, наверное, они все-таки такие более... Как везде? Совсем везде? Ну, я считаю, что везде стоят. На сайте будут жить на своей отдельной планете, отдельно от всех людей. Вы представьте, вот наше государство, да, вот, по-моему, у них стоят эти фильтры. Да. И везде и всюду, и на телевидении, и на радио, даже на вашем радио у них тоже стоят фильтры. Они сейчас включают русскую службу новостей и слушают вас, и, наверное, вы там говорите, наверное, что-то другое. А, вы думаете? Нет, нет, нет. Я вам приведу пример, Николай. Одну роскошную секту, есть секта, но это не шутка, это не шутка. В Израиле есть секта иудейская, она, может быть, не иудейская, ну, вот, и семитская, скажем так, точнее будет, потому что я шире хотел бы взять, где муж вообще никогда не видит жену. Настя, внимание, внимание, это про вас. Вы же жена? Я, да. Слушайте, муж вообще никогда не видит жену. Вообще никогда, понятно, что я сказал? Они только по телефону разговаривают? А-а, да-да-да. Он накрывает ее простынью со специальной дырочкой. Он не может просто никогда не касаться головы женского тела, не видеть его вообще никогда в природе. В принципе, совсем никогда. Ну, это, наверное, все к деньгам. Спасибо. Вот какой фильтр, понимаете? Простыней ее накрывают. Ну, там прорезь есть. Ведь учителя сами, видите, они безгрешны. Правда. Саратовское министерство... Я не пошу... Секунду, я не шутил. Это одна из сект семитских, она близка, ну, к иудейским. Ну, воображение бывает иногда более красочной картины. Конечно, так что лучше? Так что лучше? Ответьте нам, пожалуйста, что лучше? Один... Серьезно, давайте проголосуем. Я знаю, все хотят проголосовать. Значит, что лучше? Все-таки ребенка, как в Федорианском районе Самарского края, все-таки ребенка за руку провести через гнусности, за руку провести, показав, указав ребенку, сказав, что вот здесь плохо, вот здесь хорошо, вот здесь вот, может быть, форма подкачала чуть-чуть. Ну вот, в смысле, как научать ребенка, понимаете? А с другой стороны, может быть, наоборот, его беречь, 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 беречь. И чтобы он только... Он не вообще отключится. В омут порока, чтобы он обрушился уже где-нибудь к 20 годам поближе. Вы считаете, что лучше ребенка с педагогом, вместе с педагогом провести ребенка через все сайты 6600691? С педагогом, который не путать с педофилом. То есть это педагог, это хороший человек. И 6600692, наоборот, беречь его, беречь, беречь, а потом уже обрушить в омут порока 6600692. Вернемся через минуту. Все, разбежались, меняем тему, быстро, мгновенно меняем тему. 60% полагает, что ребенка надо беречь, уберегать, оберегать от интернета. И от всяких соблазнительных, может быть, закоулков интернета, нехороших закоулков интернета. 40% полагают, что, наоборот, за руку с педагогом, юноша или девушка, дерзающая в жизни, могли бы пройти сразу и понять, что есть добро и что есть зло, и отвратиться от зла и обратиться к добру, понимаете? Хорошо, давайте обратим к добру Зюганов. Зюганов завел страничку в ВКонтакте. Я там не был ни разу, меня сегодня Настя завела, завела, наконец, ВКонтакте. Да, показала через свою норку. Я никогда не был, я не моден, я старомоден, невероятно старомоден, я живу в ЖЖ, так уж как повелось, уже, знаете, так, в ЖЖ. Да. Еще я живу в... впрочем, я туда не хожу. В ВКонтакте, в... где еще? В Твикси, в Твикси, в каком-то... Твиттер, в Твиттере, в Твиттере, в Твиттере, в Твиттере, в Твиттере, в Твиттере и в Фейсбуке и в Блокспоте. И, в общем, я всюду позаводил все... но я туда не хожу, нет, не хожу, нет. Ну еще я в ЖЖ, так иногда, так сказать. А Геннадий Андреевич Зюганов завел себе страничку, вот мы ее открыли, ВКонтакте. Благодарю всех за поздравления. Написал он, в понедельник буду лично отвечать друзьям. То есть сегодня, сегодня он френдам, этим друзьям будет отвечать. Два, два... Вообще ВКонтакте это такая зараза, знаете, на него столько времени уходит. Правда? Геннадий Андреевич обеспечен работать теперь. Нам казалось, что Геннадий Андреевич не дорабатывает, как оппозиция. Не дорабатывает, и есть ощущение, что он не всего себя отдает делу. А теперь, когда у него есть ВКонтакте, понимаете, да? Да, да, да. То есть это шобла бездельников, простите меня за сленг. Вся эта шобла бездельников, которая пишет ему, посмотрите, сколько ему написали. Здравствуйте от всей души, спрашивающим, желаю самого, весну на душе. Здравствуйте, с юбилеем вас. Сергей, там еще есть такая функция, нарисовать на стене, там мышкой можно цветочек нарисовать. Так вот, что бы вы написали? План Алана Далласа написал Денис Модлин в час тринадцать. Не спал Денис Модлин, а Геннадий Андреевич спал. Сейчас Геннадий Андреевич проснется и пойдет шуровать, отвечать. Мы с Настей совершенно справедливо спрашиваем, и здесь есть нюансы, здесь есть разрез. Здесь есть нюансы, здесь есть разрез. Что же, Геннадий Андреевич, избегает мировой революции? Да, есть еще. Это не по-нашему, не по-марксистски, не по-ленински. Избегает мировой революции. Потому что, ибо пошел он ВКонтакте, а не пошел в Фейсбук. Потому что в Фейсбуке можно было бы призвать пролетариев всех стран к мировой революции. А вы специально картавить начинаете? Картавить, конспирация, 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 конечно. Значит, именно ВКонтакте какая может быть мировая революция? Объясните мне, пожалуйста. Один раз? Уже ее появили именно в региональном масштабе. Надежда Константиновна, я вас спрашиваю. Нет, серьезно. Давайте все-таки обратимся к главной задаче коммуниста. Мировая революция? Меньшего нам не надо. А что вы говорите, трудящиеся в всех странах? Что? Первый шаг сделан, будем ожидать теперь появления революции. Нет, я вспоминаю... А также в Твиттере, где больше 120 знаков нельзя набереть. Нет, напишите ему со своей страницы, я вас очень прошу, Настенька, напишите ему, пожалуйста, со своей страницы. А в мировом масштабе, Геннадий Андреевич, смогешь? Геннадий Андреевич, а в мировом масштабе, если бы довелось, смогешь, Геннадий Андреевич? А Геннадий Андреевич должен в мировом масштабе, не меньше. Почему мы должны выступать в мировой масштаб? Почему ВКонтакте? Что это за местечковость, провинциальность и сознательное саморедуцирование какое-то, самоущемление, я бы даже сказал, может быть, это слишком остро звучит, но ровно так. Надо Геннадию Андреевичу идти в Фейсбук, в Фейсбук, в Фейсбук немедленно, и устроить мировую революцию. И эволюцию. Здравствуйте. Да. Я бы хотела... Как вас звать, как вас звать все равно? Я Людмила Ивановна. Людмила Ивановна Голубушка, здравствуйте. Привет. Да, привет. Я хочу сказать, чтобы ваше радио хоть бы... Нет, Людмила Ивановна, что еще? А где вы? Ну что ж вы, Голубушка, исчезаете у нас стремительно. Людмила Ивановна, хорошо. Послушайте, а мне кажется, что уже сезон отпусков начался, и кроме Людмилы Ивановны вообще, это единственный человек, который у нас слушает, Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, как хорошо, что вы с нами, понимаете, нас трое уже, я так понимаю. 788-107-0. Тема очень простая. У Геннадия Андреевича Зюганова появилась собственная страница ВКонтакте, и он сейчас, сегодня, по его Геннадию Андреевичу обещанию, садится ее читать и отвечать друзьям. Вы можете написать ему ВКонтакте, это очень просто сделать, но вам придется завести собственный счет. Вы можете также позвонить нам 788-107-0 и сказать, что вы напишете Зюганову. Неужели вы хотите бросить старика? Ну, в смысле, и ничего не написать Зюганову, это тоже вариант, но это слишком жестоко. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, Сергей меня зовут. Да, Сергей. У нас уже четверо. А, да нет, тут звонят очень многие, да. Видимо, у вождя нашего, не мирового пролетариата, а нашего, да, пролетариата, видимо, как говорится, аппетиты умеренные, поэтому он хотя бы... Что же он не пошел в мировом масштабе? То есть, вы помните, как Петька спрашивает... Побаивается, что не потянет. А как вы думаете, Владимир Ильич пошел? Помните, Петька спрашивал Василия Ивановича Чапаева в картине, мол, в мировом масштабе смогешь? Ну, конечно, смогу, да. Нет, он говорил, нет, была задача, Владимир Ильич Ильич, была задача. А Владимир Ильич Ленин, если бы случилось, куда бы зарегистрировался, вы думаете, в Фейсбук или ВКонтакте? Или в ЖЖ. Не, я думаю, да, Владимир Ильич Ленин шире, ширше. Так, куда бы он пошел, куда бы он пошел? Он бы пошел, конечно, как и мы с вами, в ЖЖ. В ЖЖ. Вот, а я, кстати, вот с Одноклассников удалился. Во, видите, как хорошо, спасибо. Сделал информацию Насте и удалился. Спасибо, хорошо. Владимир Ильич Ленин, если бы случилась такая оказия, товарищи, он бы все-таки пошел скорее в ЖЖ или... Нет, ВКонтакте. Почему? Нет, в Фейсбук у нас никто же не пошел. Давайте так, Медведев у нас в ЖЖ, верно? Да. А в... А Зюганов ВКонтакте. Да. Значит, гораздо шире охват ЖЖ. Но ВКонтакте существенно патриотичнее, потому что это преимущественно российская... Кириллическая культура. Переимущественно кириллическая система, да. Вы считаете, что Владимир Ильич Ленин, будь так, случись так, скорее зарегистрировался бы где все-таки, куда бы пошел Владимир Ильич, как вы считаете? Это вопрос, который я хочу поставить на голосование, прежде чем мы разлучимся на рекламу. Вы думаете, Владимир Ильич Ленин, случись так, пошел бы скорее в ЖЖ 660-0691, или Владимир Ильич Ленин пошел бы скорее в ВКонтакте 660-0692? Напоминаю, Геннадий Андреевич Зюганов завел себе страницу ВКонтакте и намерен сегодня в понедельник явиться на работу с тем, чтобы открыть сайт ВКонтакте и ответить всем, кто ему чего туда понаписал. И пока должен сказать, что все, что ему написано, дико уныло. Дико уныло. Все просто пишут с прошедшим. Все пишут с прошедшим. С чем прошедшим? Я не понимаю. Может, у него день рождения был? У него был день рождения? Да, ему исполнилось 65 лет, его поздравил Путин, его поздравил Патриарх. Да, да, да. Прямо можно послать ленточку или цветочек. Вы не знаете, ВКонтакте есть такая возможность подать. Дело не в этом. Но что за концерт? Прежде всего, старикам учают, потому что 50 человек написали ему с прошедшим. Он должен ему написать с прошедшее спасибо. Теперь всем одинаково клише. Но задайте какой-то концептуальный вопрос. Господи, задайте концептуальный вопрос. Перед вами титан мысли. Перед вами человек, прозревающий горизонты. Геннадий Андреевич Зюганов. Вы все время трындите с прошедшим, с прошедшим, с прошедшим. Вы можете серьезное что-нибудь спросить у этого великого, который предоставлен вам в эту секунду. Понимаете? Великий перед вами. Он пришел к вам. Он пришел к вам. Великий. Титан мысли, прозревающий горизонты. Черта с два это кого интересует. 921 минута. Движемся дальше. Голосование продолжается. Как только закончится реклама, я подведу итог. Так вот, так вот. Я подвожу итог быстренько к голосованию. Закрываю голосование. Спасибо большое. Наша аудитория полагает, что будь сейчас, будь у Владимира Ильича Ленина выбор зарегистрироваться все-таки в ЖЖ или ВКонтакте, Владимир Ильич, конечно, предпочел бы ЖЖ. Думаю, пришлось бы прятать подкатку. Две трети, 66 процентов на 34, 66 процентов на 34. 34 говорят, что Владимир Ильич, безусловно, выбрал бы ВКонтакте. Представьте себе. Ну, представьте себе. Но я не знаю. Я сознательно избежал этого настоящего выбора. А настоящий-то выбор был, что Владимир Ильич, конечно, отправился в Фейсбук. Ну, конечно, естественно. Тем более, что ВКонтакте настолько трогательно, на уровне компиляции просто напоминает. Статус менять, статус менять. Да, погнали. Пресса, обзор прессы, обзор прессы. У Настя Аножко обзор прессы. Пожалуйста, Российская Федерация и НАТО возобновляют политические и военные контакты. Специалисты, эксперты связывают это с грядущим визитом Барака Обама. Да и вообще уже хватит этот холодок, который пробежал между нашими институциями Российской Федерации, в смысле, и НАТО еще в августе прошлого года. Сейчас уже растоплены на острове Корфу. Мы вновь теперь сотрудничаем. Об этом написали более-менее все газеты, в том числе независимая газета большую статью сделала. Еще был принят закон, который облегчает работу некоммерческих организаций. Это вообще-то прошла недельная новость, но вот сегодня все об этом отписались, как уже о свершившемся факте, и теперь собирают мнение экспертов. Действительно, вроде как станет работать намного проще и легче, но и тоже эксперты связывают это с грядущим визитом Барака Обамы. Также из новостей таких общероссийских, то есть не общероссийских, а которые по всем газетам прошли, это ситуация в Гондурасе редкая, когда мы оттуда новости какие-то слышим. А давно хунты не было. Да, если вас беспокоит Гондурас, то смотрите прямо вот в любой газете, там сейчас хунта, переворот, президент Гондурасу перебирается в Никарагуа, в общем, очень... Из Коста-Рики, он летает туда-сюда. Самая официальная версия... Обратите внимание на интеллигентность хунты. Хунта отправила президента собственного, свергла и отправила собственного президента в Коста-Рику, а он перебрался в Монагу. На самолете, предоставленном Чавесом. Если, правда, интересует, я не знаю, потому что я стесняюсь говорить об этом подробно, потому что мне кажется, что это нашу аудиторию вот не задевает совершенно. Проблема, вы знаете, в том, что он хотел на второй срок пойти, а в Гондурасе запрещены вторые сроки, в принципе, да? Вот, и все, и все. Нет, очень хорошо, что вы очертили, потому что многим, я думаю, вообще далека от многих эта ситуация. Теперь все понятно. Да, да. Так, дальше еще. Акционеры Газпрома получат дивиденды по 36 копеек за акцию. Это в 7 раз меньше, чем прежде, но, тем не менее, хоть что-то. Некоторые вообще дивиденды отказываются платить в этом году по итогам 2008 года. Миллер с Зубковым совместно сделали выступление, и Зубков сказал, у нас паникеров нет, все будет нормально, надо немного подождать. Все говорят о том, что второго витка кризиса не будет, поэтому и совету директоров тоже не было отказано в выплате дивидендов. Правда, Зубков и Миллер тут же пояснили, что деньги пойдут на социальные и благотворительные нужды. То есть деньги они берут, смотрите. Берут, да. То есть деньги они берут, но не для себя. Не для себя они берут деньги для того, чтобы отнести в места, где в них нуждаются. Смотрите, какие они хорошие. Поскольку же они берут, чтобы отнести? Ну там, видимо, последнее было известно, что по 17 миллионов как минимум. По 17 миллионов чего, скажите, пожалуйста? Рубля, боже мой. Ну так вот, 17 миллионов рублей они берут сейчас, Миллер, а остальные там по 15 миллионов руководители. Но это все не для себя. Это они берут, чтобы тайком, чтобы правая рука не ведала, а левая рука вообще была не в курсе, тайком отнести куда-то по детским домам. Вот мы, кстати, ведь догадывались об этом здесь, в этой студии. Ну теперь они сами об этом нам всем и рассказали. Теперь мы не сомневаемся. Все газеты пишут о ситуации с Большим театром. Сейчас руководство города Москвы теперь включилось опять в эту стройку. Дело в том, что Юрий Лыжков был выключен некоторое время из вот этих процессов в Большом театре. Сейчас ему дали полномочия опять решать вопросы, связанные с реконструкцией Большого театра. И оказывается сейчас там, в общем, такая разруха, что Ресин сказал, что он помолодел аж на 30 лет. Такой бардак он там увидел, как будто бы, ну тут же охарактеризовав таким образом советские времена в некоторой степени. И говорят о том, что непрофессионалы вели работы, в том числе вот в подвальных помещениях. Но, тем не менее, им же, видимо, ставятся сроки по окончанию работ на 2011 год. Юрий Михайлович Лужков пришел и сказал, что вышибет со стройки тех, кто не справляется со сроками. В то же время вот есть сообщение о том, что там работают непрофессионалы и компании, которые никогда прежде таких работ не вели. Об этом тоже в абсолютно любой газете, например, в России. Скажите, нет ли здесь противоречия? Не находите ли вы здесь противоречия? Я, конечно же, нахожу. Я не нашла ответа на это противоречие, просмотрев несколько статей в разных газетах. Это чудесно, правда? То есть Лужков говорит, здесь работают плохие, негожие, непрофессионалы, которые, кажется, обрушат Большой театр. Следовательно, я ставлю им срок для окончания стройки. Нет ли здесь противоречия, скажите? Ну, может быть, мы что-то не все знаем. То есть если они непрофессионалы плохие, которые обрушат непременно Большой театр и все вырыли, и все ужасно плохо, и вот-вот-вот катастрофа, то мгновенно возникает вопрос. Скажите, а может быть им тогда и не доверять этого? Нет, он говорит, нет, я дам им сроки. Ну вот, да, а еще... Ну вот, может быть, я не знаю, может быть, кто-то в курсе, что там происходит. Сложно судить, вот по публикациям абсолютно невозможно понять, что там реально в действительности происходит за этими стенами. Еще в новой газете статья об оппозиционере, которого, вот он, с одной стороны, у него общественная деятельность, он организовывает марш несогласных в Санкт-Петербурге, а с другой стороны, он сотрудник и работает маркетологом, в том числе в ГУПе Почты России, он, вот, последнего места работы, его оттуда уволили, как он сам говорит, по звонку из Москвы, хотя его работы, вот, в государственном учреждении Почты России были довольны, и тем не менее, из Москвы позвонили и сказали, что вот этого Коновалова не должно быть сию минуту. А вы знаете, как он это не учреждение? Мне кажется, что это госкомпания, но не учреждение. Госкомпания, мне кажется, корпорация, да-да-да. В ГУП федеральное? Конечно, конечно. Это все-таки не учреждение, это не министерство. 9 часов 30 минут, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9 часов 33 минуты, мы с Анастасией Аножко говорим вот о чем. Сегодня есть публикации, также говорящие о том, что Россия признана раем для экспатов. Здесь экспаты, напомню, это иностранцы, одним словом, это иностранные специалисты, которые работают в разных странах мира, будучи иностранцами. Экспат сообщества, экспатриоты, экспатриированные из своих стран, экспаты, которые приезжают работать, которые работают всюду, в Гонконге, в Сингапуре, и в Пекине много экспатов, и в Шанхае полно экспатов, и в Москве очень много экспатов. Но вот что удивительно, вот что поразительно, наибольшие зарплаты у экспатов именно в Москве. Москва больше всего любит иностранцев. Почему? Ну, во-первых, некомфортными условиями считаются работа в Москве. Это признано тоже тем же самым опросом и в тех же самых компаниях. Мы должны помнить, что платят-то не только, не платим не только мы, когда нанимаем иностранцев, а платят сами иностранные корпорации своим же, жалея их. Ну, это как молоко за вредность. Ну, то есть, или когда на отбавке в МИДе за страну пребывания платят, когда она особо некомфортная, вы знаете, там какая-нибудь... Хорошо, так вот вопрос. Это потому, что мы некомфортные, это потому, что мы ужасное местечко, это потому, что мы такой страшный крысятник, или потому, что это мы так, может быть, добиваем через всевозможных индусов, которые там работают в Сбербанке, да, вот вы знаете о рекордных выплатах индийскому специалисту в Сбербанке, которые, да, да, эти идеологи... Конечно, Греф отстоял его рекордные выплаты, сказав, что он абсолютно уникальный, абсолютно удивительный человек. Ну, вот. Это связано с тем, что мы преклоняемся перед иностранцами, мы ищем истину не у нас. Мы настолько презираем друг друга, мы настолько не доверяем друг другу, мы настолько, в общем, считаем друг друга второсортными, что мы готовы платить любому французишке из Бордо любые гонорары за то, чтобы это исходило от иностранца. Это мы такие? Это от нас происходит? Или Москва просто такой крысятник, что здесь за... Это как бы штраф за то, что их сюда посылают, компенсация за то, что их посылают. Расскажите свой опыт, вот этот вот опыт, который дивный, который вы мне рассказывали, как вы наущали. Да, ну, расскажите, расскажите слушателям. Какой-то... Ну, работая в иностранной компании, но которая в то же время российский офис, конечно же, там и российские главы и так далее, работаешь, работаешь, и у тебя появляется в отделе начальник, которого... Ну, искали долго начальника, сначала нашли российского, в результате он там не подошел и выписал экспат, который глава-глава, более высшего уровня, познакомившись просто на, ну, каком-то, в общем, в деле там в Англии, в Лондоне с южноафриканкой. Ну, она британка, да, белая, то есть из Южной Африки. Очень активная девица. Ее приглашают работать к нам моей начальнике. Ее не знали Келли? Нет. Нет, я знал одну такую Келли. И ее приглашают, и в момент, когда я занимаюсь абсолютно всеми делами, не будучи, естественно, руководителем, а я исполнитель, вообще в какой-то момент я, поскольку начальника нет, я выполняю функции начальника. Понятно, понятно. Один из слов, вы ее учите, сколько месяцев вы ее учили, недель, чего вы делали? Ну, месяца три она входила, она вообще никогда прежде не была врачей. Она рассказывает о случае, когда она учила южноафриканку, превосходно британскую, британку из Южной Африки, учила ее месяца три работать, потому что она никогда не была в России, не знала про что это. Нерывается, да. Да, но зарплата ее была в 6 раз больше вашей, верно? В 6 раз больше вашей. Я точные цифры не знаю, но я знаю, что, да, больше, чем в 6 раз точно. Больше, чем в 6 раз точно. Смотрите, иностранцы, люди, которым мы больше доверяем. Иностранцы, мы доверяем иностранцам больше, потому что, Потому что мы думаем, что иностранцы не такие подонки, да, или что, я не знаю, почему очереди на БП, объясните, знаете почему? Знаете, почему люди говорят, в очереди на БП? БП, наверное, не бодяжат, наверное, потому что это, ну, все-таки там англичане. Я говорю, подождите, но они так же в капотне забирают бензин, точно так же. Ну да, ну все забирают в капотне, все понятно, но не все, конечно, естественно, там, кто из Рязани тащит, кто из Ярославля, но эти вот забирают в капотне, Ну, наверное, они не бодяжат, потому что там хоть один англичанин есть. Значит, они честнее, чем мы. Они не такие мерзавцы, как мы. И мы им верим больше, чем нам. Понимаете? Значит, на БП реально очередь. Рядом ТНК, который входит туда же, вы понимаете, да, ТНК, БП, там, да? Но на ТНК нет очереди, на БП есть. Парадокс, парадокс, потому что ТНК наши. Ну вот, нашим мы не верим. Я должен сказать о методе черного пиара, который использовался все 90-е годы. Все 90-е годы использовался метод черного пиара – заброс через Запад. То есть информацию забрасывали через Запад. Например, итальянские средства массовой информации, сообщала НТВ тогдашняя Гусинского, итальянские средства массовой информации обнаружили ксерокопию паспорта Павла Павловича Бородина, из чего следует, что он коррупционер, условно говоря. Ну, это же довольно странное вот само по себе, да? Потому что ты в гостинице оставляешь ксерокопию, когда берешь машину в найм, оставляешь ксерокопию. В общем, ксерокопии моего паспорта, я думаю, по планете разбросано невероятное количество. Ну вот, и так далее. Или, например, напомню вам статью Пола Хлебникова. Пол Хлебников покойный пишет в ноябре 1994 года о том, что Минотеп, Минотеп, вся группа Минотеп, Ходорковский, Невзлин и так далее, преступники. Преступники, бандитская группировка, ноябрь 1994 года, Пол Хлебников, Вашингтон Таймс, именно Вашингтон Таймс, желтая пресса, не Вашингтон Пост, а Вашингтон Таймс. Значит, понимаете, да? То есть заброс через Запад всегда считается, значит, если это напишет Запад... Ну понятно, там же свободные СМИ. Там свободные СМИ, там честные люди. Мы считаем, что там честные люди, не такие, как мы. Там не такие, как мы, подонки, понимаете? Поэтому мы верим, если заброшена из Америки информация, значит, она точно верная. Значит, Ходорковский преступник, ноябрь 1994 года, Пол Хлебников. Я очень хорошо помню эту публикацию, да? Значит, понимаете, потом уже идут перепечатки, потом идут перепечатки со ссылкой на иностранную прессу, и иностранное, вообще все иностранное верифицирует, что бы то ни было. Если это идет оттуда, значит, это правда. Не может быть неправдой. В Америке не бывает неправды. Там всегда правда, понимаете? То есть заброс через Карамболь, то, что я называю Карамболь. Ты бьешь об бортик и пошел. Это легко, это делалось не только Гусинским, это делалось не только против Минатепа в 1994 году. Это делалось, Господи, да это всегда делалось. Я сейчас не знаю, сейчас что-то не вижу подобного, но по-настоящему это верный, проверенный способ. Почему мы так любим иностранцев, объясните мне, пожалуйста. Почему мы так верим иностранцам, почему мы столько платим иностранцам, мы считаем их лучше себя, мы где-то смутно догадываемся, что они лучше, да? Алло? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Да, Виктор. У меня не такая мрачная картина, которую вы нарисовали, Сергей, по моим наблюдениям. По долгу службы я сталкивался с организациями, которые используют иностранных специалистов. Ну и по дружеским отношениям у меня есть люди, которые работают в организациях, использующих иностранных специалистов. Значит, ситуация следующая. Во-первых, я наблюдал, что, Настя совершенно права, иностранные организации, которые работают здесь, иностранные фирмы, используют своих специалистов, иностранцев же, для работы у нас. И платят, ну, конечно, большие деньги. Все хуже и хуже вас слышно, да, да. Да, извините. Шипит, шипит сильно, на вот. Ну, в то же время и наши специалисты, когда работают за рубежом, тоже немного другие деньги получают, да, чем здесь? Просто первое. Алло, слышите? Да, но они получают там в качестве иностранных мега-спецов. Виктор, совсем плохо вас слышно. Вы можете что-нибудь сделать? Например, не дудеть туда в телефон вот так? А то вы дуете и задувают. У меня просто блютуз, может, это... А, может, блютуз, да-да-да-да. Идут проблемы. Ага. Вот, это первая ситуация. То есть иностранцы, работающие в иностранных организациях. Это представительство и прочие конторы. Да. Дальше. Финансовая организация. У меня есть друзья, товарищи, работающие в организациях финансового опыта, которые используют иностранных специалистов. Да. Ну, как они считают, да и, в общем-то, подтверждение, есть ряд подтверждений. Супер-мега финансовых специалистов иностранных. То есть европейские... Они действительно мега класса люди. Ну, в общем-то... Виктор, извините, прямо сильно шипит. Сейчас нам надо расстаться на рекламу. Послушайте, несколько вопросов. Реально. Иностранцам здесь платят, здесь в России платят больше, чем где бы то ни было на планете. Больше нигде так дорого не нанимают экспатов. Экспатов здесь так дорого нанимают, потому что мы нанимаем лучших, а Гонконг набирает секонд-хендовских. Похуже. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы нанимаем экспатов, потому что мы просто верим иностранцам, а не верим себе, потому что мы считаем, что иностранцы просто лучше, априори лучше. Они честнее. Они не обманывают, они не бодяжат. Они вообще честнее. Просто лучше, как люди, как человеческий материал лучше. Поэтому мы согласны во что бы то ни было. Может быть, в этом наша провинциальность невероятная. Мы считаем, что столица там, а мы за холустье. И поэтому люди из столицы, конечно, должны получать больше. Может быть, в этом наша такая вот уничижительность какая-то. А может быть, мы правда такой гадюшник, куда никто не поедет за экстра-класса деньги, за экстра-класса зарплату. Может быть, мы крысятник странный, и экспаты сюда едут только за мега-вознаграждение. 9 часов 43 минуты. Вернемся к разговору через минуту. Подъем. 9 часов 44, почти 45 минут. Мы экспаты, мы иностранные специалисты. Мы платим иностранным специалистам больше, чем где бы то ни было на планете. Иностранные специалисты получают здесь наибольшие зарплаты. Больше нигде так не платят. Это почему... Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, доброе утро, Сергей. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Висенте. Висенте. Как дела, Висенте? Здравствуйте. Доброе утро. Как дела, как дела, Висенте? Мы хорошо. Мы исследуем вас. Ну, давайте. Я, к сожалению, легко с вами соглашаюсь. Да. Тем, что здесь переплачивают иностранцы. Но есть и другая категория иностранцев, которые тоже тут работают и получают мизерную зарплату. Угу. Например, есть куча нештабников сотрудников, голоса России, у которых зарплата по 5000 рублей в месяц. Вы знали об этом? Нет, расскажите нам. Вот, видите, они продвигают, вот. Нет, нет, нам невероятно интересно. Нам урасти в заграницу на своем родном языке. Да, расскажите. То есть они говорят, они говорят, но это может быть как студенты-стажеры, то есть они за счастье постичь что-то неизъяснимое получают 5000, а доплачивают сами. Нет, правда. Да. Но есть же что-то неизъяснимое. В России может быть. Когда в 98-м году Йордом хотел создать компанию, чтобы улучшить имидж России за границу. Я помню очень хорошо, да. Этого, конечно, было только сказано, оно не сделано. Сейчас в рамках Белого дома и Кремля тоже об этом снова говорят. Да, и выделяют деньги, выделяют реально. Да, делается это. Я вообще был бы рад, если бы провели туры культурные, музыкальные и в сфере искусства по всем странам Латинской Америки. Это вообще было бы прекрасно. Висенте, вы знаете, что с сегодняшнего дня, кстати, отменили визу с Аргентиной. Я хочу порадовать вас и всех. Да, можно теперь в Байрос поехать просто так вот. Водит слух, что, возможно, из 1 сентября тоже будет отменивана визу в режиме из Бразилии. Как хорошо. Соглашение уже было подписано между Медведевым и Лулой. А, хорошо-то как, а. Это было в прошлом году осенью, когда Медведев был в Бразилии. Тогда придется уже ехать. Я как раз там был. Ну, вы не поверите, но наши дипломаты не особо-то хотят. Да? Конечно, конечно, конечно. Они хотят ходить с суконным рылом, вот с этим кувшинным рылом отвратительным. И, естественно, это же для них влияние. Скажите, Висенте, все-таки вернемся к теме. Иностранные специалисты здесь, в России, получают больше, чем где бы то ни было на планете. Вы знаете, полно иностранцев в Гонконге и так далее. Но здесь именно они высокооплачиваемы. Это потому, что мы берем лучших, а Гонконг второсортных? Это потому, что мы тяжелое место для жилья? Это потому, что мы вообще верим иностранцам больше, чем себе в силу собственной провинциальности? В чем ответ? Я думаю, что здесь ситуация такова. Просто эти сотрудники их переоценили, во-первых. Во-вторых, было бы неплохо проводить реальные тестирования. На самом деле они такие или только умеют казаться такими. Потом они приезжают с такими пакетами, что это равносильно нагодится в раю в таких условиях. И с жильем, и с транспортом. И многих других элементов обеспечения бития. Да, Настя, Настя хочет спросить вас. Настя. Но их же нельзя винить за это. Они им предложили, они едут. Вот внештатники, о которых вы сказали, я вот как раз сталкивалась с теми, которые пишут статьи в газеты о России, или переводят, или дизайнеры. Это категория людей, которая не специально на заработки приехала в Россию, а они здесь оказались либо специально, либо этой дочке каких-то, опять же, директоров, либо это жены какие-то. Ну, в общем, люди, которые по обстоятельствам здесь оказались. Конечно. Потом есть же пороговые пределы, понимаете? Я имел разговор с одним работодателем из Киева, очень характерный в этом смысле. Он спросил меня, сколько, я назвал сумму, он сказал, это абсолютно абсурдно, и в 10 раз превышает максимум на рынке. Почему ты задаешь такую сумму? Я сказал, потому что я не хочу ехать. Я не хочу ехать в Киев. И он сказал, я сказал, это пороговая сумма. Вот если ты за эту, то ты за эту, мне придется ехать, ну, в силу ее абсурдности. Да, Висент, может быть, так ставят вопросы иностранцы? Я думаю, что неплохая метода решения этой ситуации. Вместе с тем, я хотел, чтобы вы подумали, не пора ли ли вам привлечь тоже экспатов на РУЗ-новости? А, спасибо. Как говорят на чистом русском языке. Это вы к нам тогда приходите, Висент. Ну, хорошо. Будем поливать мой CV. Давайте. Спасибо, 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 спасибо. Висент, я так чувствую, все-таки работает где-то на это самое, вот это вот, за рубеж, который вещает система. Не штатник или штатник. Хорошо, мы платим экспатам чертовски много. Это почему? Это потому, что мы сами чувствуем второсортность свою. Или потому, что мы действительно покупаем лучших людей на планете. Или это потому, что мы жуткий крысятник, куда за меньшие деньги никто не поедет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей, меня зовут Алексей. Я не думаю, что я дозвоню так. Да, вот видите, да, 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 да. Вы знаете, меня что удивляет, вы задаете один вопрос. Ваши коллеги отвечают за... Это правда, да, да. И время совсем не остается. А вы теперь ответите по существу. Я считаю, что вот как раз последнее то, что вы сказали, это... Жутковатое место. Нет, мы так это самое. Мы, конечно, мы, конечно. Любой французик из Бордо, любой человек, даже прикинувшийся иностранцем, любая... И так далее. То есть, понимаете, это провинциальность нашего мышления. Столетиями уже идет... Конечно. И до сих пор. Конечно. Мы видим в них, мы видим, что вдали от дома трава зеленее, и полагаем, что они лучше нас. Вот и все. А вы посмотрите, вон, волейбол, наши тренеры, вот, Олег, выводят команду на первые места и ничем не отличаются от тренеров импортных, которые вот сейчас у нас работают. Конечно, 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 спасибо. В силу нашей провинциальности, нас губит наша провинциальность, мы убеждены в собственной второсортности. В силу этого убеждения, мы знаем, что... Мы знаем про себя, мы говорим, я подлец, и мой сосед, без сомнения, подлец, и человек через дорогу, вот тот, вот там идет на тротуаре. Он был очевиднейший подлец, и по-настоящему, по-настоящему только иностранец. Поговорить-то несколько. А? Поговорить несколько, конечно. Ну вот. В силу этого каждый иностранец, он... Но ведь ужас в том, что мы понимаем, что на самом-то деле каждый иностранец точно такой же, ну, в общем, подлец. А? Ну, как если... Ну, ведь они же все такие же, как мы. Это же так и есть, на самом деле. Это в этом парадокс ситуации. В этом парадокс ситуации. Все же я это понимаю. Хорошо, давайте, прежде чем мы разлучимся на анонсы и рекламу, и потом уже на биржу пойдем, мы спросим вас. Скажите, все-таки, в силу нашей провинциальности и ощущения собственной второсортности, мы любим иностранцев? Потому что мы полагаем, что иностранцы, конечно же, лучше нас, потому что мы невероятно несовершенны. 6-6-0 на 6-9-1. Нет, они действительно лучше нас, те экспаты, которые приезжают сюда. 6-6-0 на 6-9-2. Они действительно существенно лучше нас. 6-6-0 на 6-9-2. И заслуживают зарплат в 6, в 10 раз выше, чем у русского работника. Просто они лучше, и все, вот и точка. Но мы же приглашаем оттуда тоже не людей из электрички. Мы приглашаем людей... Мы приглашаем топовых людей, лучших французиков из Бордо. 6-6-0 на 6-9-1. Нами движет... Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Нами движет провинциальность и ощущение собственной второсортности. Мы полагаем, что иностранец, любой иностранец, всегда лучше нас. Потому что мы, в общем, конечно, люди так себе. Качество средненького, ниже средненького. 6-6-0 на 6-9-1. Это простой звонок на простой московский телефонный номер. Думаю, если вы звоните с мобильного, он даже не регистрируется, потому что он менее трех секунд. 6-6-0 на 6-9-2. Нет, они правда лучшие. Мы же сливки снимаем, ребят. Это самые лучшие спецы на планете. Поэтому, естественно, что они должны получать столько. 6-6-0 на 6-9-2. Вернемся через минуту. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 5 часов 55 минут. Мы говорим о рынке. Мы говорим, мы сейчас звоним Льву Быстрову, аналитику фонда и биржи РТС. И сейчас мы до него дозвонимся. В результате я хотел вам сказать, что я вижу, как подрастал доллар. Видел, как подрастал доллар все утро. И сейчас он 1,4015. 1,4015. Не сильно большой, но все-таки в диапазоне в любом случае. Алло, здравствуйте, Лев. Доброе утро. Лев, я тут про доллар пули лью. Что он 1,4015 там и все такое. Что ночью он подрастал чуть-чуть. Да, ночью он подрастал. Сейчас мы видим 1,401. Нет, 1,401. Вот так вот. Да, да, да. 9,55. Но, с другой стороны, это не единственный фактор, который будет двигать российский рынок. Сегодня у нас, в принципе, статистики сегодня мало. И, соответственно, мы будем следовать за еще и сырьевым рынком, где у нас все-таки рост. В конце прошлой недели нефть наметилась на снижение в очередной раз. Да, мы там закрылись небольшим плюсом по индексу РТС. Да, я смотрел. Но сегодня, скорее всего, открытие вниз. Единственное, что сейчас идет помощь, вернее, поддержка с Шанхая. Но там, помимо Шанхая, всегда в остальных рынках показывалось небольшое снижение. Соответственно, все идет к тому, что мы откроемся небольшим плюсом вниз. И дальше уже будем смотреть по ситуации. Спасибо. Спасибо вам большое и хорошего дня. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС. На связи с нами был. Спасибо. До свидания, Лев. До свидания. Лев торгует, а мы движемся. Погнали. Подъем. 9,57 минут. Где едете, что видите. Расскажите нам о движении в Москве. Где едете, что видите. Алло, здравствуйте, как вас зовут. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Александр, меня зовут. Здравствуйте. Пробка на Ленинградской, в районе МАИ. Тут интересный случай был. Где-то неделю назад одну полосу ремонтировали в районе Меги. И как индикатор все летели, кто в Москве живет. Сейчас полосу отремонтировали, обратно все вернулось на круги своя. Так ее отремонтировали и стало хуже? Ну, может быть, даже и так, ну, в принципе, как было до этого, так и осталось. Хорошего дня вам, счастливо. Поехали. У нас спорт. 9,58 минут. Спорт. Подъем. 10 часов 3 минуты. Понедельник, 29 июня. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это... Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро всем. Настя, ну чего, пошли бы вы в исламскую баню, фитнес-центр и вообще все подряд. Исламская, где не пускают мужчин, вообще не пускают. Конечно, конечно. Зачем? Подождите. Вот за этим бы и пошла. Да? Что вы думаете? Нет, серьезно. Самая забавная мысль, которая пришла нам в голову, и мы хотим спросить. Обычных русских женщин, обычных русских женщин, воцерковленных, не воцерковленных, всяких. Не мусульманок. Послушайте, открылось заведение, значит, для мусульманских женщин. Неожиданно, в московском районе Северная Бутова открылся фитнес-центр для мусульманок. Он работает 3 дня в неделю по определенным часам. Там, что значит, только нормы шариата. Бассейн с профессиональным тренером, женщиной по акваэробике. Тренажерные хореографические залы с тренерами, женщинами. Теннисный корт с тренером, женщиной. Администрация, тренерский состав и охрана только женщины. Лица мужского пола старше 3 лет на занятия дам не допускаются. За этим следит охрана и женщин. Итак, кстати говоря, это указывает на то, с каких пор взгляд мужчины становится греховным. Взгляд мужчины становится плотским. Ну да, да, да. Да вы поняли. Таким вот. Таким, что нельзя смотреть там больше. Да? С 4 лет. То есть мужчины старше 3 лет уже в высшей степени плотски разглядывают. Да? Старше 3 лет. Вот как определено. И мы спрашиваем с Настей. Вы не исламская женщина никакая. Но вы хотели бы пойти в такой исламский центр, потому что мужики уже достали окончательно. Вот в этих всех фитнес-центрах и всюду. Вы бы пошли бы, потому что там все женщины, только женщины, охранники женщины. Никто не смотрит на вас так. Вот и вы бы пошли бы. 788-107-0. 788-107-0. Вы тоже хотите в этот шариатский центр пойти, потому что, собственно говоря, уже пора идти в шариатский центр. Вот. Надо идти в шариатский центр. Алло, Настя хочет? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Инна. Я бы пошла с удовольствием. Скажите, ну там о тетечке кругом. Что-то я не расшла. Там тетеньки кругом. Ну и хорошо. Потому что, вы знаете, вот, например, моя фигура требует того, чтобы, как бы, она недостаточно красива. С вашей точки зрения. Да, с моей точки зрения я бы с удовольствием занималась. А ряды мужчин, может быть, мне где-то так какой-то, ну, дискомфорт создавали. Понял. Инна, спасибо. Еще, 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 еще. Разве ходят только те, кто уже красивые. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Павел. Вы не можете выглядеть, Ислан, скажи. А я понимаю. У меня есть интересная точка зрения. Давайте. Парадоксальная точка зрения. Да, много девушек, знакомых, которые ходят в фитнес-центры ради того, чтобы их разглядывали. Конечно. Конечно. И больше того, они, собственно, тренировка занимает два часа, может быть. Но еще четыре часа, как минимум, занимает выпивание апельсинового сока близ бассейна. Близ бассейна. Леди выпивает апельсиновый сок в следующие четыре часа. Что? А вся остальная публика, которая хочет, чтобы ее не разглядывали, а хочет заниматься, она поэтому и не может ходить, потому что туда все равно приходят мальчики, которые разглядывают девочек. Так, спокойно. Вы женщина, которая нисколько даже ни минуты не исламская. Но вы хотите пойти в шариатский центр, потому что там нет мужчин. Объясните, почему? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите. Как вас звать, как вас звать? Татьяна. Да, Татьяна. У меня хорошая фигура, я красивая женщина. Я с удовольствием пойду в фитнес-клуб именно потому, что туда приходят женщины, простой, да, нормальный фитнес-клуб. Приходят те женщины, которые занимаются тем, чтобы кого-нибудь подсудить. Да, предлагают себя, предлагают себя по полдня, да. Да, это дико раздражает, потому что себя воспринимает, если ты красивая молодая, именно такой. И долго приходится объяснять, что, ребята, я сюда пришла исключительно, чтобы позаниматься, поплавать, там, я не знаю, ставим какие-нибудь приглашения, давайте в сауну, еще что-то, вы сами это раздражает. А как часто нескромные молодые люди? Каждый день. Скажите, пожалуйста, а эти нескромные люди молоды или это все-таки папики такие, которые ищут молодого мяса? Больше папиков, конечно. Папики. Хороши ли папики? Они лысоваты, у них все свои... Каковы они? Они, как правило, достаточно обеспеченные, потому что клубы это... Не, скажите, а у них такая... Нет, Татьяна, ведь мужчина, как вы поймете, что он обеспеченный, черт его знает. Может, он осаночку такую, взял себе осаночку, голосочек такой. Государственный вид. Государственный вид, понимаете? Будто он полковник какой-нибудь. А на самом деле, задрыга совершенно какой-то и прочее, сторож на автостоянке здесь поблизости. Ну, сомневаюсь, потому что в клуб стоит карта дорого, боюсь, что... Ну, хотя бы средний такой уровень, среднего класса, это как минимум. Вот, вот, нас раздражают, нас, нас, молодых леди, раздражают эти пузатые, отвратительные, лысоватые, лоснящиеся глазки, а сам... Похотливые, да. Раздражают, правда, потому что ты хочешь позаниматься, собственно говоря, привести себя лично в форму, не для кого-то, не для женщин, не для мужчин, но... Ясно, спасибо, держитесь, Татьяна, держитесь, все, там в Северном Бутове, совершенно в шариатском, в шариате, но там вам придется заниматься, возможно, в шальварах? Да, в письме. В шальварах, в шальварах, это так... Это, между прочим, тоже очень пикантно. Это дико пикантно, и вы будете жалеть, что никто их хотя бы в щелочку не подглядывает. Не-не, потом, потом покажу, своим. Да? Спасибо. Потому что, представляете, они все садятся в шальварах нереально... Шальвары в этом сезоне, кстати, в моде, вы, наверное, знаете, равно как и в сиренево-лиловых цветах. Так, слушайте, в сиренево-лиловых шальварах они красотки совершенно, и занимаются час за часом, час за часом, а нихрена никому это не нужно, как пустоцветы, понимаете, абсолютно? Неправда. Может, у них есть кто-то вечером после работы приходит, и этот пустоцвет, указавшийся вам пустоцветом, еще днем расцветает и приносит плоды? Да? Нет? Не знаю. Как-то в холостую они колотят... Я думаю, что они в холостую колотят ногами, в холостую размахивают руками, в холостую сотрясают вот это... В холостую все вздрагивают, в холостую все вздрагивают, в холостую. И ты думаешь, елки, они, наверное, надеются, что там все равно хоть какая-то веб-камера маленькая установлена. Да, только для женщин, для охраны. 10 часов 11 минут, движемся дальше, погнали. Подъем. Вы знаете о страшном случае на Украине, на охоте, да, вот эта вот «Украинская правда» пишет, и... Ну, вообще, вся украинская пресса кипит. Я не знаю, насколько это... Настя говорит, что здесь, в нашей прессе, это не очень широко освещалось. Я, да, по крайней мере, я не заметила. Значит, слушайте, дело в том, что депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, Виктор Лозинский, обратился теперь, вот эта последняя новость, генпрокурора Украины Александру Медведько, с просьбой внести на рассмотрение парламента представление о снятии с него депутатской неприкосновенности. Как пишет «Украинская правда», копия заявления Лозинского попала в распоряжение редакции этого издания. Депутат считает, что наличие у него депутатской неприкосновенности становится спекулятивным фактором и мешает расследованию. Сам Лозинский попал в историю, когда, по мнению очень многих людей на Украине, они в группе товарищей, в которой там прокурорские, МВДшники, местные, украинские, гонялись по полям и охотились на человека, на местного дурачка. В селе есть местный дурачок, условно такой вот, да? В селе есть местный дурачок. Такой вот Петя по пути в Царствие Небесное. Он тихий парень и пробавляется тем, что зарабатывает на хлеб тем, что вскапывает огороды, ходит, вскапывает с лопатой. Ну, такой додик, в общем. Вот. И очевидный дурачок деревенский, понимаете? То есть никто не сомневается. Очень тихий, очень абсолютно тихий, дуся и все такое. Ну вот. И теперь группа начальников, которая приехала туда на охоту, говорит, что он кричал, что он милиционер и стрелял по их машине из пистолета. Никто, местный никто не верит. Но, однако, он с девятью ранениями и в наручниках умер в больнице. То есть есть ощущение, что его, например, вариант, как люди думают, я просто говорю, начальство заковало его в наручники, гоняло по полям, вот преследовало и постреливали. То есть пока его не добили. Девять ранений, извините. Все-таки серьезно, да? Его стреляли, стреляли и стреляли. А он убегал, убегал, убегал. Охота на человека, так называемая знаменитая охота на человека. Теперь это уже, теперь это уже очень известный факт украинский. И блок Юлия Тимошенко, депутат Виктор Лозинский из блока Юлия Тимошенко. Потому что он предлагает снять с себя иммунитет. А теперь он предлагает снять с себя иммунитет, чтобы расследовать по-настоящему, потому что он-то утверждает, что нет. Местный деревенский дурачок напал на них с криком, что он милиционер и расстреливал их. У них ранений нет. У них ранений нет. Нет, ни у кого нет ранений. И он после девяти ранений сам дурачок и в наручниках скончался в больнице. Понимаете? История, в которой, наверное, будет выяснена правда. Но история, в которой правда возникла в ту же секунду, как об этом услышали. Потому что, понимаете, да? Потому что отчужденность между верхами и народом такова, что это на Украине. Но я думаю, это так же и в России. Отчужденность такова и взаимная неприязнь, взаимный холод, пропасть, нежелание сочувствовать и видеть людей. Значит, что для народа очевидно, что местного дурачка заковали в наручники и за ним носились и его расстреливали. Для народа это в высшей степени очевидно. Никто не сомневается в этом. Точно так же, как власть считает, что если их слово будет, их слово, тем более против слова трупа, поймите. Слово начальника, депутата, прокурора и руководителя МВД местного против слова трупа. Что значит слово трупа против слова начальника? Да ничего не значит. Понимаете, начальники абсолютно убеждены в том, что у них все гладко, шито, крыто. Народ абсолютно убежден в том, что они, конечно, охотились на человека. То есть они охотились на живого человека, как на дичь. Дичи не задалось, и они решили стрелять в живого человека. Понимаете, вот ужас. Ужас не в том, что это правда или неправда. Ужас в том, что это правда, как убеждение, возникает в ту секунду, когда ты об этом слышишь. Ты не в силах поверить, что начальники хорошие, ты абсолютно точно понимаешь, что они подонки, и ты абсолютно точно от них этого ждешь, и ты... Понятно, да? Хотите проверить это нашим голосованием? Давайте, я хотел бы, да, послушайте, мы не знаем обстоятельств дела, так же, как и никто не знает обстоятельств дела сегодня. Сегодня не знают пока правды сторонние, знают только стороны. Одна из сторон убита, застрелена, 9 ранений в наручниках, местный деревенский дурачок скончался в больнице, но и все говорят, вся деревня, что он очень тихий парень, он никогда, ни в коем случае, вообще голос не поднимал ни на кого, такой додик просто, и все, тихий. Ну вот. Но начальники говорят, что он обрушился на них, стал обстреливать их с криками, что он милиционер, командовать, остановить и стрелять. Им пришлось от хулигана отбиваться, от вооруженного пистолетом хулигана отбиваться. Оружие незарегистрированные, значит, я думаю, подбросить всегда можно. Ну вот. Понимаете, мы говорим о том, что правда возникла у каждого своя, у каждого своя убежденность возникла мгновенно в силу разобщенности элит и массы, в силу разобщенности руководства и народа. Все сразу поняли, что да, это, конечно, правда за народом, который говорит, что начальники охотились на человека. Если вы, если для вас тоже это скорее правда, 660-691, скорее вероятно, что начальники, да, охотились на живого человека на Украине. 660-691. Нет, скорее вероятно, что каким-то образом взбесился местный деревенский дурачок, нашел где-то незарегистрированное оружие и принялся палить по начальникам 660-692. Что вам кажется более вероятным? Что вам кажется более очевидным? Какую правду вы примете как более соответствующую вашему жизненному опыту? То есть вы скажете, ну, такого не бывает. Или вы скажете, да, это легко может быть. Это легко может быть. 660-691. Да, легко может быть, что начальники охотились на человека. Охота на человека, это так щемяще возбуждающе, это так щемяще возбуждающе. Вообще человеческим стаем присуще, особенно если на детях посмотреть, дети затравливают очень охотно, особенно мальчикам. 660-691. Позвоните, пожалуйста. 660-691. Если вы считаете более достоверной из вашего жизненного опыта правду, что начальники охотились на человека. 660-691. Если вы считаете гораздо более достоверной правду, что деревенский дурачок, очень тихий по признанию всей деревни, копальщик чужих огородов, вдруг двинулся как-то радикально рассудком, добыл где-то пистолет, и из засады напал на начальников, которые были на охоте, то 660-692, позвоните, пожалуйста. Мы разлучимся на секундочку, потом еще дообсудим внутри обзора прессы. Ладно, договорились, погнали. С Анастасией Аножко. Настя, но прежде мы обсудим эту тему. Ладно, я напомню, что еще 16 июня в Кировоградской области Украины конфликт произошел в Кировоградской области Украины. Местный дурачок, местный дурачок деревенский, который вообще говоря просто там вскапывает огороды всем, и говорят, что был очень тихим человеком, вообще никогда не склонным к агрессии. Местный дурачок, господин Алиник, погиб, умер от ранений. 9 ранений, он в наручниках с 9 ранениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Местные все считают, что на него охотились начальники. Это была охота на человека, которые потом показали, что он просто на них напал. Им было весело, они развлекались. Там был начальник РОВД, районный прокурор и депутат из Киева, господин Лозинский из блока Юлии Тимошенко. Местные начальники утверждают, что тихий дурачок деревенский с оружием напал на них и стал их расстреливать. У них нет ранений, правда. И они вынуждены были обороняться, и вот, обороняясь, они в ходе драки причинили ему 9 ранений. Мы спросили, почему ужас ситуации не в том... Послушайте, ужас ситуации для меня в том, что мы точно знаем правду. И вот она правда. 97% я поймал ровно, 97% полагают, что правда за дурачком, что начальники, да, могли охотиться на живого человека в Кировоградской области, могли, и не только в Кировоградской области, да, могли начальники убивать живого человека. Им это весело, им это здорово. И мы для них не люди. 3% полагают, что скорее, вероятно, что тихий деревенский дурачок обзавелся оружием и стал палить по начальнической охоте, вот, сойдя вдруг с ума как-то в другую сторону. 3% полагают, что это тоже возможно. Несколько звонков я приму. Почему мы так сразу знаем правду? Почему мы так сразу нашим убеждениям соответствует некая антиначальническая правда? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Да, Саша, меня зовут Саша. Да, Саша. Да, значит, это, естественно, надо верить этому дурачку. Почему? Потому что даже у нас, вот, мы ценим, для нас, кажется, шикарным, вот, мы доверяем уполномоченному по правам человека Лукину, правильно? Ну да. Это как бы символ такой вот защиты населения. Но если кто туда обращался, он прекрасно понимает, что если вы подаете в это окошечко, которое больше похоже правду... Ну, то есть это иногда совсем бывает, да, что он помогает. Да, ну, в это окошечко подаешь, ну, заявление, там, жалобу, а окошечко представляет больше тюрьмы. Понятно, понятно, понятно. Ну, понимаете, в чем дело? Там вот эта женщина, женщина, она как ряхнет вам, она как крикнет и хлопает. Она вас ненавидит априори. Алло, где вы? Саш. Сорвался. Ну, не сорвался, он в линии. Так я не пойму, почему не слышно. Я же вижу, что он в линии, он мигает. Алло. Ну, ладно. Тогда отключаю, все, отключаю. Еще Андрейко пишет, Андрейко пишет, что он из Кировоградской области, из Кировоградской области. И он пишет нам, что... Секундочку, секундочку, где у меня Андрейко-то только что был? Аня, вот сегодня, сегодня, энтер. Секунду, только что был Андрейко. Ну, я уже настойчивый. Мент интернационален в своей подлости, пишет Андрейко. Но почему-то только на просторах СНГ. Нет, неправда. Я видела в Ютьюбе кадры с вертолета, охотились на племена дикие в Африке, например. Точно так же с дробовиками. Они бегут, а они летят сверху и стреляют. А я знаю своих друзей, которые из Латинской Америки, которые удивлялись невероятно, что в 91-м году танкисты не поехали по людям. Вы знаете, что жертвы были, но нечаянные, да? А они говорят, а у нас бы спокойно катались бы по людям, как по Тянь-Неменю. Тянь-Неменю 89-й год? Да, да. 89-й год. Там полки из внутренней Монголии, которые ханьцев ненавидят, катались по людям спокойно и непринужденно, и с удовольствием. Нет, 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 это как раз, уж извините, это не только на просторах СНГ. Это совсем не только. Это вопрос к психологам, это вопрос к кому хочешь. Для меня остается важным другой ответ. Главное, что наша убежденность абсолютно в том, что... Это как совершившийся факт. Мы, послушайте меня, мы даже не дожидаясь последований, ну, естественно, как нормальные люди с неким опытом жизненным, мы говорим, что более достоверно. 97% слушателей говорят, гораздо более достоверно, что начальники да, могут охотиться на живых людей. Да, могут. 97%, понимаете? Это характеризует в общем наши отношения к ним, и наши отношения с ними, и их отношения к нам, начальство. Понимаете? 97% убеждены, что гораздо более достоверно звучит версия о том, что да, начальники спокойно охотятся на живого человека. Охота на человека, реальность наших дней вполне вероятная. Только 3% полагают, что это маловероятно. Вот так-то. Погнали. Обзор прессы, обзор прессы, обзор прессы. Давайте. Да, у нас все газеты рассказывают о том, что сейчас по итогам турне Дмитрия Анатольевича Медведева в Африку было принято решение инвестировать средства, расширять наше там присутствие российское и наверстывать упущенное. Об этом более-менее все газеты, в том числе, ну, конечно же, российская газета, как обычно. РФ и НАТО возобновляют политические и военные контакты. На острове Корфу уже проходят переговоры, об этом независимая газета в том числе. Юрий Лужков подключился к реконструкции Большого театра. Работой до сих пор велись не профессионалы, не судя по оценкам экспертов. И самого Дмитрия Анатольевича... Ой, извините, и самого Юрия Михайловича... Знаешь, он их не выгоняет, а говорит, вы не профессионалы, и поэтому доделываете быстро. Исторические стены, я так понимаю, что, видимо, фасады стоят сейчас фактически просто на земле без того, чтобы там на что-то опираться. Срочно нужно эту всю ситуацию исправить. И Юрий Лужков говорит, не хочу никого пугать, но он может обрушиться в любой момент. Поставил срок окончания реконструкции в 2011 году. На Евкурова покушались последователи Басаева. Я напомню, они же организовывали теракт на Дубровке. Дмитрий Анатольевич Медведев потребовал не церемониться с бандитами на совбезе в субботу. Затем глава президентской администрации Нарышкин отметил юбилей Полтавской битвы на месте сражения. И обнаружил там почитателей Мазепы. И об этом же пишет Комсомольская правда. Комсомольская правда делает это вообще центральной темой своего номера. И вся Полтава была завешана портретами Мазепы. Слушайте, а вы знаете, когда вы в Полтаве просите вареников, вы знаете, что любая официантка вам обязательно объясняет, что вареники у них полтавские. Нет, конечно. Это же они совершенно другие. Вы когда заказываете вареники, вы говорите, мне вареников там, она говорит, сколько ты, говоришь, порцию, она говорит, вы знаете, что у нас вареники полтавские? Я вот 50 раз это слышал, серьезно. Знаете почему? Вы каждый раз по-разному реагировали? Нет, потому что они все время очень кичатся, что у них вареники в три раза больше, чем где бы то ни было еще. Полтавский вареник в три раза больше любого другого, и поэтому он такой как мант огромный. И они говорят, вы знаете, что у нас вареники? Я представляю, Нарышкин, наверное, тоже его достали, все время спрашивали. Вы знаете, что у нас вареники полтавские? Но об этом никто не написал сегодня, ни одна газета. А Труд рассказала о том, что федеральные трассы доверят госкорпорации. Госдума в третьем чтении приняла таки закон о создании госкорпорации российские автомобильные дороги. Этой компанией со временем передадут в управление 18 тысяч километров российских дорог. И Минтранс передаст в управление автодору в том числе и трассы, которые не построены. Из них 6 тысяч километров. Вот еще не построены автомагистрали. Пусть они ими управляют. Да, действительно так и есть. Вот если вы вчитаетесь, я вам дословно могу... А не построенная трасса, это и есть высший сорт трассы. Как говорил один учитель о чае. Чай без... значит, вкус без вкуса, цвет без цвета, запах без запаха, чай без чая. Вот высший чай. Поэтому дорога без дороги есть высшая дорога. Согласитесь. Это только по-настоящему... Главное, что там еще 10 миллиардов... А настоящему великие люди могут управлять дорогой без дороги, страной без людей и так далее. Это высшее искусство. Цвет без цвета, вкус без вкуса, запах без запаха, чай без чая. Вот высшее мастерство чая. 10 часов 30 минут. Русская служба новостей. Новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Мы с Настей Анашко работаем. Давайте монархию учреждать. Я хотел бы это обсудить как-то широко, подробно и трогательно. Ну, смотрите. Императорский дом встраивается в Россию сегодня. Статья о коммерсанте. Семья Романовых хочет прописать свой статус в законодательстве. А желание российского императорского дома Романовых вернуться на родину в качестве общественной институции. Общественная институция в кавычках. Это общественная институция. Вот и все. Так сказано. Значит, они должны сделать со общественной институцией. На вроде и на подобии русской православной церкви РПЦ. То есть они хотят в таком качестве вернуться. Как нечто, как нечто окормляющее паству. Вот. А почему бы и нет? Мария и как это самое еще там у них? Леонида Георгиевна. Леонида Георгиевна могла окормлять паству. Она окормляет. Она время от времени окормляет. Но это уже становится достоянием желтой прессы. Великий князь Георгиевна. Я умоляю. Эти все звания отменены. Вы, наверное, просто не в курсе. Я по коммерсанту. Да? Ну, а что коммерсант решил вернуть эти звания? Они уже отменены, к черту. Нет, просто Иван Васильевич имеет профессию. Значит, Мария Владимировна, Георгий Михайлович, Леонида Георгиевна. Они сейчас... Часть из них проживает в Мадриде. А Георгий Михайлович проживает в Брюсселе. Они все граждане России. Они гражданств других государств никогда не получали. И они хотели бы реализовывать... Они были гражданами СССР в свое время, получается? Нет, нет, нет. Они были просто лицами безгражданства. Почему? Типа народа Пхуту, который от Тутси ушел. Они, допустим, какое-то время были... А, нет, они были не... Там нет, здесь я путаю. Они были лицами безгражданства. Боже мой, полно лиц безгражданства. Что вы хотите? А? Нормально. Это нормально. Это как раз ничего нового в этом нет. Понятно. Кроме этой вот сиделицы, которая в красноярских лицах сидит, вот еще была Леонида Георгиевна, Мария Владимировна и Георгий Михайлович безгражданства. Теперь у них есть гражданство России. Они хотят вернуться в Россию в качестве институции. Понятно? 788-107-0. 788-107-0. Вы готовы принять Марию Владимировну, Леониду Георгиевну и Георгия Михайловича в качестве институции? Общественной институции? Вы не до конца готовы принять... Все-таки вы не понимаете смысл этой институции. Давайте проголосуем уже заодно. Прежде чем обсудим... Смотрите, потому что я хотел бы собрать срез ваших представлений еще прежде, чем я или мы с Настей вас убедим в чем бы то ни было. Вы готовы принять общественную институцию в лице Марии Владимировны, Георгия Михайловича Романовой и Леонида Георгиевны? Они впутывают еще в это, знаете, Единую Россию. Заодно Единая Россия могла бы быть филиалом Леонида Георгиевны, например. У Леонида Георгиевны сидела, конечно, Одесную... Емали бы сделать главу ячейку. Какую ячейку? Ну, не знаю. Нет, она бы себе восседала Леонида Георгиевна... Эндорфическую ячейку. А по правую руку сидел бы Грызлов, положим, а по левую бы, может быть, Миронов даже, может быть, и Зюганов. Понимаете? Давайте. Вы готовы принять Леониду Георгиевну и Марию Владимировну и Георгия Михайловича в качестве общественной институции монархического российского императорского дома Романовых? Да, готовы. 660-691. Мнится вам, что это хорошая была бы общественная институция. 660-0692. Ну, у вас есть сомнения, что такая институция вообще нужна, и эта институция вообще к черту не нужна, и вообще не нужна эта институция. 660-0692. Договорились, погнали. А? Ну, правда. А вам-то нужна, нет? Мне лично, ну, слава богу, пока нет, но в смысле, мне специальная помощь. Ну, хотелось бы. Нет, пошли, 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 пошли. Они же специальные вопросы. Настенька, Настенька, Настенька. Сейчас кто будет за них? Так. Того герцогом пожалует, Настенька. Ты же будешь герцогиня сразу. А? Нет, слушай, ты за них, допустим, всю дорогу. Они страдают, они в изгнании будут, например, там, сказать. Они бегают, все. В изгнании, переживают тяготы. Переживают тяготы. И лишения. Лишения. Морковный сок пьют без сливок. В знак близости к русскому народу. И ты тоже такая же. А в конце герцогини жалуют. Ну, вы знаете, я всегда была... Герцогиня Анушка. Герцогиня Анушка. Своему народу. Да? Да, я с моим народом даже... Ну, хотелось бы, то есть, быть герцогиней, конечно. Как и всему русскому народу. Настя Анушка хотелось бы сделать герцогиней. Как это хорошо? Княгиней. Княгиней, княгиней, княгиней. То есть, принцессой, переводя на языки потенциального противника. Скажите, пожалуйста, ну, а может быть, хотя бы графиней? И графиней тоже. Сейчас время, сейчас время, сейчас надо метнуться. Метнуться туда, Настенька, метнитесь туда. Потому что все, кто туда метнутся, они сделаются герцогами и графами. Вот великий князь Георгий Романов, это я по коммерсанту, потом германского императора Вильгельма, императора Александра Второго и английской королевы Виктории. Да. С конца прошлого года работает советником гендиректора ГМК Норнихель Владимира Сжаловского. Ну, пожалуйста. Ну и пожалуйста. Какая прямая заманчивая. Под именем Сжаловского он работает? Нет, его заместитель, к сожалению, вот только. А Р, знаете, что по-польски это Р не читается? Да? Да, вот по-польски, если читать, будет Сжаловский, да. А и Ястжемский. Р не читается. Р не читается по-польски. Это русские читают специально, потом говорят, какой трудный польский язык. Хотя ее читать не надо, сажать, он вообще не читается. Великий князь Георгий Романов находится в услужении, получается. Находится в услужении у поляка. Да, по-прежнему, скоро докатится до полячишек, сицилистов и всяких скубентов докатился. Послушайте, нет, внимание. Вам нужна такая институция? Да, нужна. Я останавливаю голосование, потому что это сейчас мы... А потом мы снова проголосуем, если у нас будет минуточка. Значит, 20% полагают, что да, им нужна такая институция, чтобы Романовы вернулись в качестве общественной институции. 20%, записываем, хорошо, очень. 80% говорят, что им такая институция не нужна. Да, нет. Все, и все, и все. Хорошо, принимаем звонки, я успею несколько принять, может быть, один-два. И уж после рекламы мы хорошенечко об этом поговорим. Давайте, 788-107-0. 788-107-0. Вам нужна такая институция? Почему? Вам не нужна такая институция? Почему? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей, это Александр. Александр. Вы понимаете, еще 20 лет назад правление Союза ревнителей дома Романовых, родившихся до отречения. Да. Признали это незаконные попытки, это Иветы, это Кирилловичи идут. Я знаю, да. Это вот... Маргантический брак, и вот эта Георгия является Гогенсольнером, принцем прусским, и великого князя у нее незаконно присвоено. Я вас умоляю, но мы-то с вами понимаем, что это все актуально на кошачьих выставках. Ну да, конечно. Это все похоже на кошачью выставку, где вам говорят... Нет, когда вам показывают человека и говорят, что она Гогенсольнер, я вспоминаю свои впечатления от кошачьих выставок. Где говорят... Нет, правда, это и от собачьих выставок. У меня денег много, и почему бы такой институт они здесь решили организовать? Потому что в Мадриде жить там, а тут гособеспечение. Конечно, конечно. И лошадиное разведение тоже мне вспоминается. Конечно, спасибо, спасибо. Да, нет, ну правда, Настя, когда слышишь вот эти Гогенсольнеры, это же китч невероятный. Невероятный китч. Да, у меня трепет какой-то в душе рождается. Серьезно? Я думаю, Гогенсольнеры. Что-то с вами нехорошо в голове. Нет, я даже не слышала. Вы были на кошачьих выставках там ровно так же? Однажды была, да. Нет, вы даже можете сходить на птичий рынок, и там вам Гогенсольнеров каких хочешь предлагают. Притом даже с поддельными и с настоящими родословными. За разные деньги. За разные деньги, совершенно верно. Вам таких Гогенсольнеров могут предложить. А что вы говорите? Я на птичку, идите на птичку. Российский императорский дом должен завести страничку ВКонтакте. Они жутко старомодные. У них есть какой-то сайт. Давайте еще один звонок примем, и потом уже разлучимся на рекламу и обсудим дальше. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаю вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня Денис зовут. Да, Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я бы лично согласился на монархию, но не в том случае, если бы пришли Романовы. Конечно, они же лузеры, они все профукали. Абсолютно, да, они профукали Россию, ну сколько можно же, 300 лет пора, и в итоге кончилось все Николаем Вторым отречением. Распутиным, я бы сказал, все кончилось Распутиным в результате. Да, совершенно верно, но при этом сам институт монархии, мне кажется, это было бы возможное решение для России, в том плане, что это совершенно другая ответственность у руководителей страны. Скажем, нынешний пост президента, это к нему относится как к менеджерскому посту, знаете, там наемный менеджер, как говорят, вот он не чувствует такой ответственности, а монарх это все-таки помазанник божий, понимаете? Какая-то ответственность. Но он же помазанник с момента, как его помазали, простите, не с момента рождения, согласитесь. Не, ну естественно, вот будет как-нибудь зашедшее на... А кого бы вы помазали сегодня, например, Яскрук? Ну я думаю, что это должен быть какой-то собор, да, какой-то романник. Эх, вы не чуете совсем, надо было Сергея Леонидовича. Кого-то надо помазать, мне кажется. Я хотела вас по-другому чувствовать. Как бы я руководил, ну Георгий Михайлович. То есть у вас нет, значит, понимаете, на соборе передерутся. Лучшие из нас должны выбрать однозначно и предложить собору. Собор передерется, если пастыри бросят паству. Мы с вами, как пастыри русских людей, вы и я, Денис, мы должны выбрать из нас кого-то. Выберите же меня уже, елки, сколько можно намекать? Тогда вас не будут называть Сергеем Леонидовичем. Спасибо, спасибо, спасибо. Нет, а почему бы нам не создать династию, я не понимаю. Почему, почему нет? Почему нет? Почему бы и нет? Воришки, укравшему наперсток на рынке, отрубили за это руки. А воришки, укравшему царство, позволили создать династию, пишется у Джуанзе. У Джуанзе. Воришки, укравшему царство, позволили создать династию. А воришки, укравшему наперсток на рынке, отрубили руку. Разница есть? Разница есть. Ну, конечно, есть разница. Лучше красить царство. Мы с Денисом только что могли это сделать, но из робости, из деликатности, врожденной интеллигентности, мы этого не сделали, обратите внимание. Мы оставили Россию вам, друзья. А только что мы с Денисом могли ее у вас похитить. Ой. 10 часов 44 минуты, что там такое? Погнали. Столкнулись 4 машины, 1 человек погиб, несколько минут. Вернемся через минуту. Подъем. Да, вот, мы обсуждаем сейчас Каневодческую. И я говорю, не случайно, мне кажется, действительно, очень правильно было бы, чтобы господа Романовы из семьи, великие князья и фу-фу, ба-ба-ба, вот все эти, и чемпионы мира среди кошачьих выставок, например, лучшие в породе и там и так далее, понимаете? Значит, они могли бы действительно в музей кремлевского Кремля пойти. Кремлевский маце. Конечно. Они могли бы к Гагариной пойти, она бы их поместила. А можно бы взъемли. Они бы гуляли за стеклом. Взъемли. То есть даже могли бы мы их поместить за стекло, они бы там прогуливались время от времени. Прогуливались. Прогуливались. А когда, например, посетители приходят и говорят, а где же, кстати, Леонида Георгиевна? Говорят, а она сейчас прилегла. Прилегла. Но в смысле, что у них будет зак вот такой, как у белых медведей в зоопарке, что они могут спрятаться. Нет, ну, какой-то... Они там, знаете, иногда подходят к норе, а потом передумывают возвращаться обратно. Белые медведи? Когда же он зайдет, да-да-да, он так кругами ходит. А Романовы могли бы не совсем уже Дом-2, как бы, а вот чтобы, так сказать, там действительно были какие-то интимные моменты, не обязательно же совсем уж всюду камеру. Бывало, подойдешь, и там никого вообще нет. А вот никого. Вот, говоришь... Так суждать. Нет, ну, подожди, ну, они монархи, они же августейшие особые. Они имеют право, может быть, ланчевать каким-то образом, да. И, ну, вот их не будет. А вот ты говоришь, ну, я же купил билет. А они тебе говорят, ну, это же августейшие особые. Настенька, будешь смеяться над Романовыми? Никто тебе герцогини не сделает, клянусь, честное слово. Ты должна делать серьезное лицо, как будто у тебя запор, да-да. Извините, пожалуйста. Все, надо делать серьезное лицо. Когда говоришь о Романовых, нужно делать серьезное лицо. Как будто несварение желудка, такое... Такое вот серьезное лицо надо делать. Тогда потому что вы, как вы можете, вас герцогини должны сделать, мадемуазель. Алло, мадам, простите, да? А вас? Да. Здравствуйте. Мадам ля принцессе, он у школы. Да, и прошу вас, представьтесь. Даниил Нижненавка. Даниил, да, пожалуйста. Они нужны нам, как общественная институция? Они нужны, по большому счету, я считаю, нашей власти нужны, потому что реальную монархию... Правильно, они бы легитимизировали. Да. Но скажите на милость, они все уже довольно пожилые леди, то есть я бы предлагал, каким-то образом, вы полагали бы правильным каким-то образом выпистывать здесь наследника. У меня есть эта идея? У меня была идея, чтобы нужно было вообще через ДНК создать копию, куда подшить дом Романовых, дом Виндзоров, как родственный дом. Ген еще Тигра и Ген Сталина, и тогда это будет идеальный русский император. Да, и прогуливаться вот в кренолинах вдоль Кулумбария. Но я пошел дальше, я предложил его вообще никогда не выращивать, он все время должен быть в зиготе, и тогда нами будут править нерожденные сверхимператоры. Нерожденный сверхимператор выше рожденного, согласитесь. Можно будет толковать его волю, будут специальные жрецы толковать, или мы соножкой. Спасибо, Данила Задаченко, Данила Задаченко. Что-то в рида не собирается, говорит, Данила. Понимаете, да? То есть мы бы выращивали, мы бы пестовали эту зиготу с вами, и она бы несла ДНК и РНК Тигра, Сталина, дома Виндзоров и дома Романовых. И это был бы нерожденный сверхимператор. Понимаете? Нерожденный сверхимператор. Я-то понимаю. Ну вот, ну вот, и все, и давайте еще, еще... А, давайте теперь все-таки... Будем переголосовывать, а? Да не надо. Да нет, да. Да и ну это переголосование. Давайте лучше говорить об императорах. Сейчас кто-то должен, монархист какой-нибудь, позвоните нам, пожалуйста. Алло, здравствуйте. 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 Это Нина Владимировна. Нина Владимировна, как я соскучился по вам, если бы вы знали. А я как раз вот объясняю дочке, что всегда была вашей поклонницей. Правда? Вот видите как, да. Да, первое появление вашего... Ура! Ну давайте, так что же мы делаем с домом Романовых все-таки? Да. Они нам нужны как общественная институция, и в чем благо? Я считаю, что нам только этого не хватает, в кавычках. Что такое еще монархия? Это дополнительные накладные расходы для людей. Это первое. Они, кстати, тучные такие, Романовы удались, я бы сказал. Да, удались, но как они дальше будут удаваться? И потом, зачем они нам нужны? Мы уже пережили эту форму власти. Все уже, да? Нет, они не предлагают менять власть. Нет, они говорят, что они будут ходить всюду, понимаете? То есть их будут приглашать. Они говорят, как РПЦ. Кстати, на вечеринку, как здорово было бы звонить. Да не нужно нам это. Нам уже вполне достаточно разобраться бы с тем, что есть. Кстати, блистательные лучшие из нас, например, сегодня в Коммерсанте Милова пишут, как лучшие из нас проводили московский кинофестиваль. Например, в каких ночных клубах был отмечен Никита Сергеевич Михалков. А так бы он ходил с великими князьями по ночным клубам. Было бы круче. И билеты можно... Сергей Леонидов, я думаю, это вопрос... Я слушала передачу внучатым племянником Николая II. Он где-то в Италии живет. И ему тоже задавали этот вопрос. Как вы считаете, вот если у нас монархия бы сейчас была, как это? Нормально было бы? Да. Он на это ответил. Это все уже давно устарело. Надо двигаться вперед. Надо развивать научно-технический прогресс. Образование. Что же нам делать, милая Нина Владимировна, в момент, когда Настя Аножко взолкала и взыщет должность... То есть хочет звание графини. Сделаться графиня Аножко. Ну, это она еще, знаете, слишком молода. Да. И ей так это просто поддержка. От глупости, конечно, да. Вот эти... Спасибо большое. Мы в школе тоже когда-то об этом мечтали. Так что я считаю, это совершенно нам не нужно. Спасибо большое. У нас хватит того, что есть. Спасибо, спасибо. Привет, дочки. Нина Владимировна, скажите графиня. Скажите графиня. Да. Мне надо гостировать каким-то образом. Не надо? Желательно. Графиня, мы с вами подошли уже к логическому концу. Сколько можно уже тереть одно и то же графиню? Или вы княжна? Графиня. Вы мне отвечаете, скажите князь. Скажите. Монженеральный. Монженеральный. Нет. Мон принц. Мон принц? Да. А вы... Нет, может быть, вы уже этот... Принц. А кто следующий за принцем? Кинг. Нет, нет. Мои. Ладно. Хорошо, послушайте меня. Мы должны назвать еще темы, потому что нам уже пора разлучаться. Мы назовем темы, которые мы не обсудили, но все-таки их очень много по-настоящему. Смотрите. Значит, мы недообсудили все-таки московский кинофестиваль, а так только пробежали, намекнули. Дальше у нас будет... У нас есть тема, в принципе. Интересная, так подумайте, заключенная тюрьмы в Небраске, которая... Когда было ему 17 лет, ему сейчас 52. Когда ему было 17 лет, он задушил соседского мальчика телефонным шнуром. В 17 лет, Насть! Да. Сейчас ему 52, он просит его казнить, потому что ему прискучило жить в тюрьме. С 17 до 52, у него пожизненное. Вот. Это само по себе интересно. И думаешь, то ли снизойти до человека, то есть, действительно, его на электрический стул отправить или уколоть, то ли уже пусть сидит. С 17 по 52 он сидит. Дальше. Новый скандальный поворот получила история следователя СКП Александра Маза. Все помните, что Александр Маз сбил женщину 52 лет на зебре. Убил ее на... Был пьяным, убил женщину на переходе, на машине, которая была без номеров, и все на свете нарушил, навстречу выехал, и всяко-всяко-всяко. Значит, вы знаете, что сын убитой женщины сотрудничал с Мазом, в смысле просил о снисхождении. И вы знаете также, ну сейчас поразительная история. Оказывается, что сам прокурор гособвинения просил год для Маза. Год. То есть прокурор просил для Маза год наказания. Мы говорим, суд дал всего два года условно, но прокурор просил год. Это сегодня газета-газета. Год в колонии-поселении просил прокурор, а суд дал больше два года, но условно. И сегодня в новых известиях интересная статья о том, как научилась наше следствие и прокуратура, значит, и главным образом и следствие, и прокуратура, и суды, да, теперь, потому что прокурор, который представляет в суде, это другой прокурор, ну так или иначе. И суды научились работать с присяжными, как ими манипулируют, укрощение строптивых. Российская судебная система научилась манипулировать с присяжными. Зоя Светова, новое известие, посмотрите, сегодня очень интересная статья, суммирующая то, что мы знали и так. И безработные. Безработные по первой профессии. Выпускникам 2009 найти работу в шесть раз сложнее, чем год назад. Считается, что сейчас лето, сейчас они по дачам, по маминам, папинам квартирам перекантуются, но с сентября мы увидим эти волны безработных. Безработных по первой профессии молодым людям некуда устроиться. После дачного сезона все они выкатятся на наши улицы в качестве безработных. В качестве безработных. Посмотрим на все это, на это. В движении 10.54. Погнали, поехали. 788-107-0, расскажите, где вы едете, что вы видите. Настя, рассказывайте вы вперед, давайте скорее. Четыре легковых автомобиля столкнулись на 47-м километре внешней стороны МКАД, недалеко от пересечения с улицы Молодогвардейская, около 10 утра. В результате аварии один человек погиб, несколько пострадало, движение затруднено. Послушайте, у Молодогвардейской на внешнем кольце, естественно, четыре машины переколотились. Движение очень тяжелое. Пробка, если можете объехать, обезжайте. У Молодогвардейской переколотились четыре машины, труп. Тяжелая ситуация. Если труп, значит милиция будет особенно долго вымерять все с миллиметрами. Если можете, объезжайте на внешней стороне. Алло, здравствуйте. Алло. У меня что, болелся звонок. Где едете, что видите? 788-107-0. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Да, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона от улицы Трофимова от Автозаводской. В принципе, в рабочем движении довольно свободно за 20 минут где-то доехал до Ленинградки практически. А вот у Ленинградки уже все плотно. Тяжело, да? Спасибо. Хорошего дня вам. Хорошего дня. Держитесь. Мы с Настей убываем. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 29 июня.